Друзья, мы начинаем. Сегодня будем говорить про классы. Что с ними связано? Это первая лекция из двух, посвященная этой теме. Начнем плавненько с чего-то. Допустим, у нас есть какой-то пользователь. У него, соответственно, есть какие-то характерные для него данные. Например, это его имя. Его почта, что-то еще. Конечно, если у нас программа маленькая, мы можем, и пользователь один, мы можем их просто в виде переменных хранить и как-то с ними работать. Но если у нас программа становится большой, либо пользователь становится много, то логично для упрощения взять и как-то логически связанные данные объединить. Для этого в языке C есть средство, которое называется структура. То есть это компоновка в каком-то новом типе несколько других типов. То есть мы можем, соответственно, если это есть в C, это же есть и в C++. Мы можем создать новый тип, который будет состоять из двух полей, которые представляют собой какие-то другие данные. Можем, соответственно, принциализировать и потом удобно с этим работать. У нас появляется вот такой вот доступ. У нас в глобальном пространстве имен эти имена не смешиваются. И мы можем создавать массивы из этих структур. Здесь я хочу сразу сказать про два подхода. Первый как бы очевидный и понятный. Это просто взять и объявить массив из какого-то количества элементов данного типа, типа пользователь. Ну или положить в какой-то контейнер их. Но иногда применяют другой путь. Не вот такое вот построчное хранение, а поколоночное. То есть мы просто заводим какую-то структуру и в ней объявляем несколько массивов по числу полей. Для чего это делается? Как мы уже говорили, в процессоре есть кэш. И кэш очень любит, ну как бы процессор очень любит, когда данные в кэше есть. Потому что когда их там нет, нужно идти в память, подгружать в кэш. Все это занимает большое количество времени. Поэтому если мы, например, периодически нам нужно находить пользователя по имени, и мы поняли, что с таким подходом быстродействие нас не удовлетворяет, то мы можем применить вот такой вот подход. То есть сделать хранение не построчное, а поколоночное. Тогда у нас будут следовать данные все по порядку. Для процессора это самый лучший способ работы с данными, когда просто данные следуют одно за другим. Можно спекулятивно читать из памяти, можно избежать множества переходов по памяти. То есть все это хорошо отражается на быстродействии. Дальше. C++ пошел в плане работы со структурами дальше, и в C++ появились модификаторы доступа к полям. Для чего это нужно? Это нужно опять для того, чтобы дать возможность компилятору выполнять какие-то проверки корректности программы. Мы, как разработчики, можем решить, что какие-то поля не должны быть доступны извне класса, это часть реализации. В таком случае мы можем их поместить в защищенную секцию, Protect или Private, и уже снаружи нашего класса или структуры никто к ней обратиться не сможет. Это хорошая практика, и надо стремиться, чтобы наружу из объекта ничего не выступало, то, что не требуется. То есть по возможности все скрывать. Всего есть три модификатора. Public, Protected, Private. Public, это, соответственно, доступно всеми везде. Можно снаружи структуры или класса получить доступ. Protected, это доступ мы даем только наследникам. Мы можем либо в самом объекте данного класса получить доступ, либо его наследники могут. Снаружи уже никто не может. Ну и Private, это закрыто от всех, кроме объектов данного класса. Здесь я пример привел небольшой, как это работает. Дальше. А, ну да, про объект. Что такое объект? Я говорю объект. Объект, соответственно, когда мы создаем какой-то экземпляр класса, мы где-то в памяти выделяем память. Не мы конкретно, это компилятор делает. Но в адресном пространстве где-то выделяется какой-то блок памяти, который достаточного размера для размещения всех полей этого класса. И вот эта вот сущность уже является объектом, то есть экземпляром какого-то класса. Класс можно в таком случае рассматривать какой-то рецепт, а объект это то, что по этому рецепту было изготовлено. В C++, помимо ключевого слова struct, есть ключевое слово класс. В общем, они фактически ничем, кроме модификатора доступа по умолчанию, не отличаются. У класс модификатор доступа по умолчанию, если мы ничего не укажем, private. У структуры, если мы ничего не укажем, будет public. На этом их отличия заканчиваются. У классов могут быть методы. Методы — это какие-то функции, которые предоставляют интерфейс взаимодействия с этим классом. То есть то, что можно с ним сделать. Здесь я привел пример структуры, у которой есть метод Serialize. Соответственно, мы можем снаружи ее вызвать, и она может взаимодействовать со своими полями. Чтобы понять, как устроены методы класса, я предлагаю начать с C. Допустим, мы пишем на C, но и хотим работать как-то, как будто мы работаем, как будто у нас есть классы, у классов есть методы. То есть в каком-то таком ООП стиле. Что можно сделать в C? Используется следующий подход. Заводится какая-то структура, которая содержит какие-то поля. Это аналогично полям классов C++. И это является контекстом для, собственно, класса. То есть его контекстом. Мы создали несколько структур с данными. Это фактически каждый экземпляр этой структуры, это контекст какого-то объекта. Здесь я сразу показал, как можно с этим работать. Можно, например, написать функцию. Да, ну, к примеру, мы пишем какую-то обертку над файлом. То есть просто удобное средство для работы с файлами. Открыть файл, туда что-то записать, закрыть файл. Мы можем написать функцию обычную, которая будет открывать файл. Передаем в нее имя файла. Функция выделяет память под эту структуру, заполняет поля какой-то информацией и возвращает указатель на эту структуру. То есть возвращает вот этот контекст, с которым потом можно будет работать. Далее пишутся функции, которые предоставляют интерфейс. Вот, например, write. Единственное, что для того, чтобы мы могли внутри этой функции вот с тем контекстом что-то делать, нам нужно этот контекст туда передать. И обычно именно такой подход и используется. То есть просто передается указатель на структуру. И по этому указателю можно что-то делать. Ну и можно предоставить также функцию close, которая завершает работу с этим файлом, закрывая дескриптор, освобождает память. Вот, в принципе, мы средствами C реализовали вот такую вот поддержку объектно-ориентированного программирования. Работать, соответственно, с этим становится довольно удобно, кроме того момента, что все-таки вот этот вот указатель на контекст нужно уже программисту передавать самостоятельно. В C++ компилятор за нас кое-что делает, то есть кое-что в чем нам помогает. И аналогичный по функциональности код может выглядеть вот так. Мы создаем класс, файл. В C++ есть два метода необычных. На самом деле их больше. Конкретно сейчас я хочу поговорить про два. Это конструктор и деструктор. Конструктор у нас вызывается при создании экземпляра класса, деструктор вызывается, когда объект уничтожается. Соответственно, мы можем всю инициализацию выполнить в конструкторе и наоборот какие-то финализирующие действия выполнить в деструкторе. А так мы можем также писать какие-то методы, иметь какой-то контекст. В общем-то, вот этот вот контекст уже аналогичен тому, что мы видели в реализации на языке C. Работать с этим становится несколько попроще. Нам не нужно передавать указатель. Почему нам его не нужно передавать? Потому что C++ делает это за нас. То есть фактически методы классов — это обычные функции, в которые компилятор сам неявно для программиста передает указатель на сам объект. То есть вот на этот контекст какой-то. Для того, чтобы компоновщик мог с методами класса работать, они также декорируются, как и обычные функции. Функции нам нужно в C++ декорировать, потому что у нас есть перегрузка. Соответственно, в зависимости от того, какие аргументы в сигнатуре функции, у нас будет то или иное имя получаться. Точно так же декорируются и методы классов. Здесь добавляется какая-то информация, имя класса, еще какая-то дополнительная информация, которая позволяет понять, что это метод класса, а не какая-то отдельная функция. Также про пространство имен мы говорили. Пространство имен тоже участвует в декорировании. То есть на таком низком уровне, если заглянуть под капот, методы классов — это обычные функции, в которые неявно передается указатель на объект. Я здесь в квадратных скобках написал, именно что показываю, что это происходит для нас за кадром. Мы сами этого не делаем, но вот он внутрь как-то попадает. Здесь я назвал этот указатель виз, и на самом деле в C++ также есть ключевое слово виз, то есть это указатель на объект. Внутри какого-то метода класса мы можем написать виз и получить, соответственно, указатель на самого себя, то есть на ту память, где находится данный объект. Дальше, что я хотел показать. Поскольку теперь мы примерно понимаем, как это работает, то есть просто неявно передается указатель, то можем для закрепления такой пример рассмотреть. Допустим, мы объект не создавали. У нас просто указатель на вот такой вот класс, который на самом деле равен нулевому указателю. Нулевой указатель — это невалидный указатель, разуменовывать его нельзя. Это всегда приводит к segmentation fold, к ошибке выполнения. Соответственно, возникает вопрос, что будет, если мы возьмем и через нулевой указатель вызовем какую-то функцию. Здесь нужно понимать, что вот эта вот запись, она просто будет приведена к записи вызова функции, в которую мы передаем указатель. То есть мы передали туда нулевой указатель. Если мы не используем никаких полей, то это выполнится и никаких проблем не будет. Но если мы попытаемся использовать в методе какое-то поле, то, соответственно, этот указатель будет разуменован. Поскольку передали туда нулевой указатель, то это приведет к падению во время выполнения. Все понятно? Про конструктор. Как я уже говорил, конструктор служит для того, чтобы объект после того, как память была выделена, проинициализировать. И даже если мы его не напишем сами, компилятор его сгенерирует автоматически. То есть да, он, возможно, ничего делать не будет, но формально он должен быть. Ну, в принципе, пока, наверное, все про конструктор. Чуть позже. Есть другой метод, который как бы антагонист. Он служит не для того, чтобы инициализировать объект, а наоборот, чтобы его уничтожить корректно. Он называется деструктор. А, вот сейчас еще вот это вот я пример не показал. Так, значит, что у нас происходит, когда мы конструируем, мы создаем объект? New что делает? New делает две вещи. Первое. Выделяет память в куче. Это вариант, как мы уже говорили про кучу и про стек. В плане быстродействия выделение в куче не очень хорошо. Причины я описывал, возвращаться не будем. Но что она делает, оператор New? Он выделяет память где-то там в куче и потом вызывает конструктор, который будет конструировать объект по этому адресу в памяти. Когда мы создаем объект вот так, то есть на стеке, то также происходит выделение памяти на стеке, то есть просто сдвигается указатель стека. И вот по этому адресу также вызывается конструктор, который по этому адресу будет конструировать объект. Деструктор также, если его явно не написать, C++ его сделает сам. Здесь мы можем написать какой-то код, который после того, как будет удаляться объект, сможет что-то сделать как-то корректно. Допустим, если мы в конструкторе какой-то ресурс захватили, например, память выделили, открыли файл, то в деструкторе мы можем все это корректно освободить. Так вот, такой вот пример. Создали мы объект в куче и создали на стеке. Здесь оба вот эти две переменные покидают область видимости, соответственно, они будут уничтожаться. С объектом, который был создан на стеке, все в общем понятно. Компилятор сам автоматически освободит эту память, то есть сдвинет указатель стека обратно и вызовет деструктор. С объектом, который был создан в куче, здесь компилятор также сделает код, который будет удалять вот эту переменную, но эта переменная не является объектом, она является указателем на него. Поэтому, да, в стеке вот несколько байт, в которых был записан адрес этого объекта, это все действительно будет освобождено, но сам объект в куче останется, его никто не удалил. Это называется утечка памяти. Более того, этот адрес мы здесь уже потеряли, потому что вот эта переменная была освобождена и, соответственно, удалить мы его уже никогда не сможем. Это называется утечка памяти и с этим надо бороться, это плохо. Чтобы ее избежать, нужно было сначала удалить объект, явно вызвать оператор delete и он бы освободил, то есть он вызвал бы деструктор для вот этого вот объекта, на который указывает эта переменная и освободил бы в куче память. После этого также мы вышли бы из области видимости, у нас на стеке был бы уничтожен этот объект и освобождена память, которая требовалась для этого указателя, для того, чтобы адрес поместить. На вот этом вот свойстве конструктора и деструктора строится очень важная идиома C++, одна из ключевых, это ресурс acquire initialization. Она очень широко используется именно для того, чтобы автоматически освобождать какие-то ресурсы, ну и не только. освобождать ресурсы, но в основном, когда говорят да, RAI подразумевает именно освобождение ресурсов. То есть вот классический пример файл. Мы открыли файл, получили от операционной системы какой-то дескриптор, который описывает этот файл. Если мы его потом не закроем этот файл, то соответственно он будет висеть в ресурсах операционной системы. наша программа будет открывать, открывать, открывать файлы, то рано или поздно у операционной системы будет исчерпан лимит, который задается, сколько она файлов может держать открытыми. Возникнут проблемы. Поэтому нужно не забывать их закрывать. И вот эта идиома очень хорошо в этом помогает. То есть как только этот объект мы уничтожили, файл автоматически закроется, нам об этом больше думать не надо. Использовать конечно эту идиому можно не только для того, чтобы управлять ресурсами. Тут в общем на что только способна фантазия. Я привел еще такой пример. Сделали мы класс профайлер, который будет засекать сколько работает какая-либо функция. С похожим принципом вы уже сталкивались вот когда вам давал свой класс таймер. Здесь принцип такой же. Когда объект конструируется, мы засекаем время, то есть получаем текущее время. Потом когда он уничтожается, мы также получаем текущее время и разницу между этими двумя временами куда-то можем отправить или сохранить или напечатать на экран что-нибудь сделать. И потом используем вот в таком вот виде. То есть нам нужно померить сколько времени какая-то функция выполняется. Мы просто здесь создаем этот экземпляр этого класса. И потом когда мы покинем эту функцию, то есть эта переменная будет выходить из области видимости, она будет уничтожаться, мы получим точно сколько времени мы там провели. Причем неважно насколько сложная функция, какие там есть ранние выходы, это нас все не волнует. Мы будем получать именно то время, сколько мы в ней провели. Потому что как только мы будем покидать функцию, будет уничтожаться этот объект, будет вызван деструктор. Там мы соответственно всю работу сделаем. Это очень важная идиома, один из ключевых моментов C++. Мы будем часто к этому еще возвращаться. Сейчас есть вопросы по этому. Дальше. Методы могут быть константными. Что это значит? В C++ есть понятие константности. То есть мы можем пометить какой-то объект, что он неизменяемый. Под объектом, причем когда я говорю объект, я не обязательно имею виду класс или структуры какие-то. Простые типы инт, дабл, это тоже можно их назвать объектами, они также могут быть константными. Здесь давайте тоже сразу смотреть какой-то пример. Допустим у нас есть класс пользователь. Здесь я тоже хочу сразу показать один прием, который повышает читаемость программы. Для каких-то есть старайтесь вводить псевдонимы для типов. Здесь, например, есть метод setAge, там установить возраст. Соответственно, непонятно, ну, конечно, про setAge может быть не очень хороший пример, потому что, ну, в чем еще может быть возраст, как не в годах. Ну, наверное, да, в годах. Ну, допустим, если у нас, пусть не пользователь, а, допустим, мы устанавливаем температуру, и есть у нас функция там установить температуру, и она принимает какой-то там double, к примеру. Какая единица измерения, в чем они там, в Фаренгейтах, Цельсиях, Кельвинах, непонятно. Если мы же ввели бы псевдоним для этого типа, написали там Celsius, то сразу человек, когда читал бы программу, сразу бы понял, в каких единицах туда попадает значение. Здесь, соответственно, я тут также завел поле возраста этого пользователя, сделал метод, он не константный, он может изменять состояние этого класса, то есть изменять какое-то поле внутри этого класса. Вот, собственно, он его и меняет, устанавливает возраст этого пользователя. И завел я, сделал я функцию, которая проверяет, может ли этот пользователь покупать алкоголь. Требуется, эта функция должна менять состояние класса? Я думаю, что не должна. Поэтому я пометил этот метод как константный. Что это означает? Это означает, что компилятор сделает проверку, что мы не меняем никакие поля. Если бы мы попытались здесь присвоить, допустим, у нас была бы опечатка, мы бы не дописали знак больше, то мы бы просто присвоили здесь этому полю 21. Соответственно, это могло бы потом привести к какой-то ошибке, которую пришлось бы искать. компилятор нас от таких ошибок защищает. То есть, мы сразу понимаем, что этот метод не должен менять состояние класса, мы его пометили, и компилятор теперь будет следить за тем, что действительно мы не меняем состояние класса. Также у класса могут быть поля не только примитивные типы, а могут быть какие-то сложные объекты, какие-то другие классы, у которых также есть методы. Компилятор в данном случае будет проверять, что внутри этого метода вызываются тоже только константные методы, которые тоже не меняют состояние. И вот эта константность действует вирусно от самого верха к самому низу. Это очень удобно, и мои рекомендации по возможности использовать константность по максимуму. Но вернемся дальше к примеру. Есть у нас допустим какой-то другой класс, который является базой данных пользователей. Соответственно, мы у него можем запросить какого-то пользователя. Мы можем у него запросить пользователя для того, чтобы его как-то изменить. Например, он имя поменял, мы можем поменять ему имя. Но, допустим, если у нас код какой-то, который просто нужен, ему нужен пользователь для того, чтобы просто проверить, что он что-то может, то есть не изменяя его, то мы можем использовать такой прием. Сделать отдельный метод get read only user, который нам вернет константную ссылку. Это может быть константный указатель, например, но ссылка предпочтительней, потому что, как я говорил, у ссылки есть дополнительные гарантии, она всегда указывает на какой-то объект. Поэтому в C++ предпочтительней использовать ссылки. Так вот, мы получили здесь константную ссылку, пытаемся, и, допустим, написали какой-то код неправильный, который пытается вызвать неконстантный метод, то есть изменить состояние этого класса. Если константный метод, проблем никаких нет, у нас все работает. Если же мы попытались вызвать метод, который неконстантный, мы получаем ошибку компиляции. Почему это происходит? Потому что воспринимаете указатель на константную ссылку, воспринимаете как указатель на константный объект. Соответственно, вот у нас, мы, допустим, развернули эти функции, как будто они выглядят уже после обработки компилятором. То есть они декорированы как-то, они принимают указатель. Неконстантный метод принимает указатель на неконстантный объект. Как вот такие конструкции, читайте, я вам говорил, их надо читать справа налево. Вис это константный указатель на неконстантного юзера. Вис это константный указатель на юзера константного. Вот, сразу становится понятно. В данном случае, что это означает константный указатель? сам указатель мы поменять не можем, то есть здесь присвоить вис равно 0 мы написать не можем, но сам юзер, на который указывают этот указатель, мы менять спокойно можем. Поэтому мы здесь собственно это и делаем, никаких проблем у нас не возникает. Если же мы попробовали вот у константной этой ссылки вызвать метод set h то соответственно мы бы туда мы туда пытаемся передать вот такой вот тип то есть константный указатель на константного пользователя и здесь сигнатуры не совпадают поэтому соответственно ошибка компилятор не может такую функцию вызвать при этом вызвать константный метод мы можем потому что он принимает вот такой тип и мы ровно такой же тип туда и передаем все отлично работает по константным методам понятно для чего это и как это работает дальше иногда бывает нужно константность ослабить это в общем всегда какие-то исключения и нужно аккуратней с этим потому что философия языка C++ такая что компилятор будет тебе помогать ловить ошибки но если ты захочешь то компилятор просто себя снимает все полномочия помощника и вот раз ты такой умный то сам разбирайся со своим кодом вот поэтому C++ он сильно не опекает вы всегда можете отказаться от его услуг но зачем отказываться от хорошего ассистента так вот что делает mutable mutable как раз позволяет изменять все-таки состояние каких-то полей класса в константном методе это может быть ну это иногда бывает нужно к примеру вот у нас есть метод там получить какого-то пользователя причем здесь мы тоже в базу данных не добавляем пользователя мы просто из нее читаем то есть да мы изменять состояние класса здесь не должны но мы допустим захотели все-таки методы логировать записывать в лог а запись в лог это ну по определению уже операция которая что-то изменяет и у нас возникает проблема то есть с одной стороны метод константный но мы не можем тогда там лог использовать вот для этих целей используется mutable он показывает что да 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 ты константность везде проверяй но вот конкретно для этого метода все нормально про mutable тоже все понятно хорошо наследование классы можно наследовать что это что означает наследование наследование если по-простому это мы мы взяли всю функциональность какого-то класса он называется базовым перенесли ее в новый класс но дополнительно мы можем в новом классе классе наследники эту функциональность расширить такой каноничный пример есть у нас допустим какой-то класс фигура у которой есть координаты x y и мы можем от нее отнаследоваться создать новый класс окружность у которой появляется дополнительно новый атрибут это радиус вот классический пример наследования то есть мы берем за основу что-то и потом это расширяем возможности соответственно такое отношение называется то есть наследование моделирует отношение является частным случаем как например что является частным случаем ну например если у нас был какой-нибудь базовый класс млекопитающий то соответственно человек являлся бы частным случаем млекопитающего здесь наследование уместно а вот если например автомобиль и у автомобиля есть двигатель то наследовать двигатель от автомобиля совершенно нелогично потому что здесь отношение не является частным случаем но двигатель не является частным случаем автомобиля и наоборот тоже давайте сейчас немножко посмотрим как в памяти при наследовании класса располагается. Для этого мы будем использовать два инструмента. Один называется sizeOf, который показывает размер типа. Другой — offsetOf. Мы указываем какой-то класс, указываем имя поля этого класса и получаем смещение в байтах от начала. Вот у меня такая вот иерархия. Класс А, от него отнаследован класс Б, от класса Б отнаследован класс С. Каждый из них расширяет, обогащает исходный класс дополнительным полем. То есть, если здесь X, то здесь добавляется Y, и X и Y здесь уже доступны, а здесь еще и Z становится доступным. X, Y, Z. Давайте посмотрим на размер этих типов. Тут все ожидаемо. Один дабл — 8 байт, два дабла — 16, три байта — 24. Смотрим на смещение. X у нас смещен от начала на 0 байт, Y на 8, Z на 16. То есть, в общем, все ожидаемо. Все поля идут друг за дружкой. И здесь мы переходим к важному моменту. Смотрите, я создал объект класса С. Он, соответственно, в себе вмещает все вот эти вот три поля. Я могу с ними взаимодействовать. Все хорошо. Дальше я беру и C, этот указатель, привожу вот к такому вот типу. Здесь уже компилятор, когда видит переменную B, он смотрит на ее тип, понимает, что это переменная типа B. Хотя фактически, на самом деле, она типа C, но для компилятора она типа B. И уже здесь мы не можем обратиться к полю, которое было добавлено в классе С. Но при этом обращаться к X, Y мы можем. И это совершенно валидная операция, все нормально, потому что по вот этой таблице я показал, что они находятся друг за дружкой, Z находится в самом конце. Поэтому мы привели этот указатель к такому типу. Мы обращаемся тоже, проблем никаких нет. Они все лежат там на своих местах. Также мы можем потом его привести к A. И здесь мы просто уже не сможем. Компилятор нам не даст работать с Y, Z, потому что он смотрит на тип A и не видит там полей Y, Z. Но с X мы можем работать. Это как бы совершенно корректно. Это называется приведение вверх по иерархии. Почему вверх по иерархии? Потому что обычно диаграммы классов, когда рисуют какие-то иерархии, в самом верху рисуют базовый класс, а ниже рисуют производные от него классы. Поэтому это называется приведением вниз. Так вот, приведение вверх по иерархии, оно всегда безопасно. Мы можем от любого производного класса привести его к типу базового класса. Это всегда безопасная операция. Поэтому даже такие преобразования вызываются неявно. То есть мы, например, функцию у нас такая вот, которая принимает указатель на тип A, мы можем туда передать объект типа C. Поскольку C у нас производный от базового класса A, то такие вот приведения, они выполняются автоматически. Потому что это безопасно. Но приведение вниз может быть опасным. То есть приведение вниз — это от указателя на базовый класс к указателю на класс производный. Почему это может быть опасным? Допустим, у нас есть такая иерархия. Есть базовый класс A, от него отдельно отнаследован B, отдельно отнаследован C. То есть фактически вот это два разных типа, но у них есть общий предок. Что может произойти? Мы можем создать, допустим, мы объект типа B, привели указатель к типу A. Это операция безопасная, все хорошо. А дальше у нас появляется возможность привести к типу C. Напрямую сделать мы этого не можем. Статик-каст — это каст в стиле C++. Что он делает? Во-первых, он выполняет преобразования, которые определены над простыми типами, например, приведения от int к double. То есть у компилятора есть заранее определенные правила, как это сделать. И мы можем приводить от int к double, от double к int через static-каст. Первое — это его назначение. Зачем это делается? В принципе, от int к double мы можем приводить спокойно, и точность мы не потеряем. Но при этом от double к int мы уже привести безопасно не сможем, потому что мы можем потерять точность. И когда мы напишем где-нибудь, что int x равно y, где y — это тип double, то компилятор нам выдаст предупреждение о том, что вы выполняете вот такое вот опасное приведение типов. Для этого существует static-каст, чтобы указать компилятору, что да, я в курсе, что я делаю, не нужно показывать предупреждение. Потому что предупреждения, они помогают защититься от ошибок в программе. И на некоторых проектах даже включают опцию, что в случае предупреждения прерывать компиляцию. Это хорошая практика. И поэтому люди, когда выполняют такие вот преобразования, то они явно показывают свои намерения через static-каст. Вторая возможность static-каста — это приведение от базового класса к производному. То есть вы откуда-то получили указатель на базовый класс, но вы точно знаете, что за этим указателем на базовый класс фактически находится объект, который является наследником этого. И вы хотите к нему привести. Работает тогда static-каст, если бы мы попробовали бы привести B к C, он бы нам не дал бы этого сделать, потому что C не является наследником B. Поэтому бы он так не позволил нам сделать. Но через указатель на базовый класс мы такое преобразование выполнить сможем. То есть мы сначала привели B к A. Все хорошо, это безопасно. А далее уже компилятор не знает, что фактически здесь лежит. И мы по какой-то ошибке взяли и привели A к типу C. Естественно, потом, когда мы начнем работать с ним, как будто это тип C, то мы с большой долей вероятности получим проблему. Потому что он не является типом C, это тип B. Там, соответственно, могут быть совсем другие какие-то данные. В общем, у нас все там упадет, работать не будет. Поэтому приведение вверх безопасно, приведение вниз потенциально опасно. И, в общем, лучше избегать любых кастов, потому что мы можем получить вот такие вот нехорошие ситуации. Отсюда два вывода. Первое. Сохраняйте тип, то есть без необходимости не приводите к базовому типу. Максимально сохраняйте информацию о типе. Компилятор тогда сможет вас защитить от каких-то случайных ошибок. И второе, это то, что какой-то общий базовый класс, но это плохая идея. Как вот, например, если кто-то знает язык Java, к примеру, там вот есть базовый класс, один object, по-моему, называется, и все от него отнаследовано. Но это просто глупо. То есть люди, ну, как бы не знаю, чем проектировщики руководствовались, но возможность привести через базовый класс из свиньи сделать абрикосы, вот такая вот возможность появилась. Это как бы плохая идея. Юти кажется тоже самое. Да, да. Но я списываю это на то, что Куте тоже, его 20 лет назад там, по-моему, начали делать, тогда еще толком никто программировать не умел. Поэтому вот такие вот... Как вы замените? А? Как вы замените? Просто так, вот как будто он находится вот в твоем классе. Если я переопределюсь в своем классе методом, то есть это на следующей лекции. Про виртуальные функции, про переопределение сокрытий, это на следующей лекции. А в Java в классе object определены несколько методов, как-то и у любого класса, который у нас следоват, они передаются? Они, да, есть. Вот. Как сделать было бы правильно? Например, если у всех объектов есть метод serialize, к примеру, то есть это возможность взять и сериализовать объект, то надо было сделать, завести отдельный интерфейс, назвать его как-нибудь serializable, и от него всех отнаследовать. Вот. Это было бы нормальным подходом. Если бы там все объекты, например, могут себя напечатать на экран, можно интерфейс завести там printable, также все отнаследовать от этого интерфейса. А делать object, который, в общем, ну для всех одинаков, ну это не очень правильно, на мой взгляд. Скажите, пожалуйста, можете вот по поводу последнего каста сказать про динамик каста что-нибудь? Да, я могу сказать про динамик каст, что, во-первых, он для того, чтобы динамик каст работал, нужно включить run-type, ну то есть информацию о типах в режиме выполнения, там какая-то метаинформация компилятором сохраняется. Вообще использование RTTI, это вот как раз runtime type information, это на некоторых проектах вообще запрещено, потому что считается, что это ненужный добавляет overhead, ну и в общем там есть ряд тонких моментов, лучше от этого отказаться. Второе, динамик каст переносит проверку типов на время выполнения. То есть как это работает? У нас есть указатель на какой-то тип, мы хотим его привести к указателю на другой тип. Мы берем и пишем динамик каст, компилятор в момент компиляции проверить это никак не может. То есть все эти проверки переносятся в runtime. В runtime что произойдет? В runtime будет какой-то код, который возьмет эту информацию, метаинформацию о типе и посмотрит, совпадает ли она с метаинформацией другого типа. Если совпадает, он выполнит преобразование, вернет указатель. Если не совпадают, вернет ноль. Если это не указатели, а ссылки, то тогда он выбросит, если типы не совпадают, невозможно приведение, он выбросит исключение бэткаст. Исключение это, в общем, тоже на некоторых проектах исключениями не пользуются. И, в общем, короче, резюмируя, чем плох динамик каст? Тем, что он все проверки переносит во время выполнения. C++ язык, который позволяет очень много всего проверить во время компиляции. Поэтому нужно по возможности максимально все проверки делать в режиме компиляции. Больше шансов, что ваша программа будет правильно работать. Как только мы переносим все в рентайм, мы получаем во время выполнения программы какие-то ошибки. Причем они становятся уже трудноуловимыми, потому что все условия, которые известны на этапе компиляции, компилятор их сам проверит. Если же это мы перенесли в рентайм, то, допустим, какое-то ветвление в программе мы не протестировали и программу отдали пользователю. Пользователь же как-то стал работать с вашей программой по-другому, и эта ветка стала выполняться. Получили крэш. Но это не очень хорошо. То есть это не в стиле C++ какие-то проверки выполнять в рентайме. По возможности все надо делать на этапе компиляции. Если говорить про мою практику, лично я не помню, когда я последний раз использовал динамик каст. То есть в принципе без него можно обойтись и нужно стремиться обходиться без него. Но динамик каст может из такой ситуации разрешить эту ситуацию правильно, да? Ну как, он, он, если мы напишем здесь динамик каст, вот здесь вот мы напишем динамик каст, ошибки компиляции не будет, мы в рентайме здесь получим нулевой указатель. Если здесь напишем динамик каст, ну тоже, да, получим нулевой указатель. Вот, ну да. Но в общем смысл какой? Что здесь, если мы используем статик каст, мы получим ошибку компиляции, а таких случаев надо избегать. Дальше, что я про классы хотел сказать? Про отношения наследования я сказал, есть отношения, содержит что-либо. Это называется композицией. То есть вот как раз здесь пример такой, что у нас есть автомобиль, у него есть двигатель, у него есть четыре колеса. Это называется композицией. То есть когда ваш класс включает какие-то другие классы, это называется композицией. Есть очень похожие отношения, которые называются агрегация. Разница лишь в том, что при композиции ваш класс управляет временем жизни тех объектов, которые он в себя включает, а при агрегации нет. То есть здесь, например, тоже класс автомобиль, у него есть может быть какое-то поле водитель, то есть водитель сел в машину, он там находится. При этом времени жизни водителя автомобиль управлять не должен. То есть он вышел, сел другой, как бы всё нормально. Это вот отличие агрегации от композиции. Для того, чтобы описывать все вот эти вот иерархии отношения классов, очень удобно бывает изобразить это всё визуально, то есть нарисовать какую-то схему. Для рисования таких схем давным-давно придумали унифицированный язык моделирования UML, где уже прописаны все нотации. На самом деле он очень обширный, там очень-очень-очень много всего. Конкретно я хочу поговорить про маленькую часть UML, это про диаграммы классов, и совсем, в общем, про малую часть этого. Потому что полностью этот UML знать, я считаю, не то, что не нужно, а вредно, потому что разработчики на базовом классе UML знают все. Но какие-то тонкости, во-первых, это всё усложняет, это долго рисовать, а UML удобен, чтобы быстро что-то на листке нарисовать, показать другому человеку. Во-вторых, если слишком много умничать, другие не поймут. Вот, что я хотел показать. Я хотел просто показать несколько диаграмм из этого языка, чтобы вы потом, когда объяснялись другими людьми, могли понять друг друга. Здесь можно, в общем, смысл какой? Рисуется квадратик, в нём пишется имя класса, и можно написать какие-то основные методы, которые его интерфейс реализует. Ну и тут есть такая аннотация, плюсик это типа паблик метод, минус прайват метод. Ну на самом деле, обычно такая детализация никому не нужна. Обычно рисуют просто квадратик, все понимают, что это какой-то класс, это всех устраивает. Далее, ассоциацию изображают вот так. Ассоциация это просто показывает, что один класс знает что-то про другой класс. Например, у нас, если там студенты, университет, у них может быть двунаправленная связь, то есть там и в деканате знают про студента, и студент тоже знает. Вот, всё нормально. А, допустим, пользователь может знать что-то там про свой компьютер, а компьютер про него может не знать. Тут уже связь однонаправленная. То есть здесь просто показывает, что кто-то про кого-то что-то знает. Композиция, ну это вот то, что я говорил, это отношение содержит или является частью чего-то. Она показана вот такими вот ромбиками, закрашенными, и можно написать количество. То есть, например, двигатель 1, колёс 4. Если нарисовать звёздочку, то это значит произвольное количество. Вот. Часто противоставляют композицию, и наследование, что, мол, избегайте наследования, пользуйтесь композицией. Ну, на самом деле, мне тоже кажется это, как бы, я не понимаю, почему так говорят, потому что просто это разные отношения. Если наследование это является частным случаем, то композиция это содержит или является частью. Почему их противоставляют иногда, мне непонятно. Агрегация тоже ромбик, только не закрашенный. Наследование. Наследование это такие вот треугольнички. То есть, всё просто. Композиция ромбик, наследование треугольничек. И, в общем, вот такие вот диаграммы классов рисуют. Это упрощает понимание системы. Теперь давайте возвращаться обратно к C++. Поговорим про то, как объекты конструируются. В общем, здесь главное понять основной принцип. почему сделано конструирование в таком виде, а не по-другому. Принцип следующий, что мы в любой точке, где мы можем написать какой-то код, мы должны, мы не должны иметь возможность обратиться к тому, чего ещё нет. Это вот основной принцип. Поняв его, становится понятно всё остальное. Так вот, порядок конструирования. Выделяется память под объект. Size of t, сколько нужно байт. И потом по этому месту начинает конструироваться этот объект. Компилятор сам создаёт такой код, который, если есть базовые классы, то он начинает с базовых классов, начиная с самого верха иерархии. И уже в классах происходит следующее. Инициализируются методы, инициализируются поля, а потом вызывается конструктор. И, соответственно, это потом вниз по иерархии наследования продолжается. Так вот, про принцип я заговорил. Смотрите, всё, в общем, очень просто. Есть класс А, от него отнаследован класс Б. Как я говорил, принцип следующий, чтобы мы в том месте, где можем написать код, код мы можем написать в конструкторе. Мы не имели возможности обратиться к чему-то несозданному. Если бы, допустим, сразу вызывался бы конструктор производного типа, то фактически мы не могли бы ни одно поле использовать. Они ещё не инициализированы. Поэтому, во-первых, мы начинаем с базовых классов. И в базовом классе, опять же, прежде чем попасть в конструктор, мы должны проинициализировать все поля. Поэтому порядок именно такой. Начинаем с базовых классов, инициализируем поля. Инициализируются они в том порядке, в каком они объявлены в классе. Потом вызывается конструктор. Здесь уже, если потом переходим вниз по иерархии, поля какие-то инициализируем, и опять же происходит вызов конструктора. То есть здесь, находясь в конструкторе, мы уже можем обратиться к любому полю, оно проинициализировано. Понятен принцип конструирования. Порядок уничтожения. То есть потом, когда объект стал не нужен, и его нужно уничтожить, происходит все в обратном порядке. Здесь принцип тот же самый. Чтобы по возможности вы не могли какой-то код написать, который будет использовать то, что уже уничтожено. Поэтому здесь, наоборот, начинается все с самого низа и иерархии и идет к базовому классу. Начинает, вызывается деструктор у самого низшего класса по иерархии. Потом удаляются, ну, в общем, если бы это были какие-то другие классы, для них бы вызывались деструктор, память освобождалась. Если это простые типы, ну, просто там как-то память освобождается. То есть все, этот класс мы уничтожили, переходим вверх по иерархии. И там также сначала деструктор, потом поля. То есть этот принцип соблюдается. Здесь, в деструкторе, мы не можем обратиться, мы можем обратиться к полям, поэтому они еще существуют. Как только мы вышли из деструктора, все уже, соответственно, можно безопасно и поля эти очистить. С порядком уничтожения понятно? Хорошо. Здесь один момент, забегая вперед, из порядка инициализации. Ну, ладно, это про виртуальные функции, когда будем говорить, тогда про это поговорим. То есть, если у нас функции есть виртуальные, то, в общем, их... Ладно, это на следующей лекции, сейчас не буду много информации давать. Что такое списки инициализации? Вот у нас есть в классе какое-то количество полей. Есть конструктор. Если бы мы не использовали списки инициализации, то сначала были бы проинициализированы вот эти вот поля, потом мы бы попали в конструктор, и здесь бы могли бы что-то там присвоить этим полям. В случае скалярных типов это не важно вообще, но в случае каких-то классов более сложных это уже становится значительно, ну, как бы, существенно. Почему? Потому что, представьте, если это у нас какой-то класс, до того, как мы попали в конструктор, мы его инициализируем, то есть, у него вызывается какой-то конструктор. Далее нам надо этот класс как-то настроить, мы берем, выполняем еще одно действие. Списки инициализации сделаны для того, чтобы не выполнять два действия, когда можно выполнить одно действие. То есть, они вместо дефолтного конструктора вызывают конструктор с аргументами и настройка происходит сразу? Да, происходит сразу. То есть, это такая оптимизация. Мы не делаем вызов двух конструкторов, мы вызываем один. Поэтому рекомендуется использовать списки инициализации. И здесь есть сразу распространенная ошибка, связанная со списком инициализации. Это когда люди пишут и думают, что инициализироваться поля будут в том порядке, в каком они написаны в списке инициализации. Это не так. Инициализироваться они будут в том порядке, в котором они объявлены в классе. Поэтому, если мы думаем, что мы сначала инициализировали Y пятеркой, а потом XY, то есть, ожидаем, что XY будут 5 равны, то ничего подобного. Сначала будет инициализирован X. На этот момент Y здесь находится какой-то мусор, то, что там было в памяти. Поэтому в X будет какое-то значение неопределённое, а в Y да, будет 5. То есть, вот такой вот момент. Не в таком списке будет инициализация идти, а вот в таком вот, как они объявлены в классе. Так, а, ну это я тоже хотел показать, что, в принципе, начиная с 11-го стандарта, можно стало поля класса инициализировать вот сразу прям объявили переменную, тут же инициализировали. Есть очень важное понятие, называемое, которое называется выравнивание данных. Дело в том, что процессор, он устроен так, что на некоторых архитектурах вообще нельзя обращаться к неуровненным данным, невыравненные данные, это значит, что они не соответствуют какому-то принципу размещения. То есть, на некоторых архитектурах это может просто привести к тому, что программа не будет работать, если там данные невыравнены. На некоторых архитектурах это может быть просто значительно дольше. Как пример, почему, ну, например, это может быть медленней. Например, из-за гранулярности памяти. Есть понятие кэш-линии, то есть, это то, какими порциями данные попадают на обработку процессору. Обычно, вот, ну, на современных там, интеллах это порядка 64... это кэш-линия 64 байта. То есть, когда мы какую-то переменную из памяти хотим, чтобы процессор ее прочитал и что-то с ней сделал, он, соответственно, должен, он сразу читает не, там, допустим, 4 байта, сколько занимает эта переменная, а все равно так или иначе он будет читать 64 байта. Поэтому, соответственно, здесь тоже в целях быстродействия хорошо, когда данные компактны. То есть, что вот прям вот сейчас нужно для расчетов, чтобы оно следовало одно за другим. Тогда, вероятно, что процессор сразу за одно действие прочитает вот эти вот все данные, с ними что-то сделает, и у него не будет несколько походов в память. Если у нас данные выровнены, то, скорее всего, они попадут в эту кэш-линию, он прочитает их за один раз. Но, если у нас данные не выровнены, 2 байта, например, здесь, 2 байта уже на следующем, он, соответственно, тогда будет вынужден два раза в память сходить. То есть, невыровненные данные это плохо. Поэтому компилятор делает это за нас. Для того, чтобы посмотреть, какое выравнивание для какого типа рекомендуемое, есть тоже специальное ключевое слово align-off. Оно показывает для типа, чему кратно должно быть выравнивание. Для чара это, например, единичка, то есть, в принципе, чар может по любому адресу находиться. Это конкретно на Intel архитектуре. На какой-то другой архитектуре может быть что-то другое. Для Double Double должен располагаться на адресах кратных 8. И компилятор за нас это выравнивание делает. Единственное, что мы можем посмотреть на это и в каких-то случаях как-то этим управлять. Здесь также мы будем использовать Size Off и Offset Off, для того, чтобы посмотреть, сколько занимает, сколько, какого размера структура и какое смещение. Такая структура 1 Char, 1 Double. Смотрим размер структуры, получаем не 1 плюс 8, 9 байт, а 16 байт. Откуда это взялось 7 байт? Смотрим смещение. Хотя вот Size of Char 1, Size of Double 8. Должно вроде быть 9, но по факту 16. И Offset Char у нас находится с нулевым смещением, Double смещен на 8. То есть вот компилятор сделал выравнивание. Фактически эта структура в памяти выровнена следующим образом. Значение C, потом 7 байт, в которых неизвестно что находится, но это как бы не важно. И потом 8 байт значения D. Это называется выравнивание. Почему про это хорошо знать? Ну во-первых, если вы иногда вам нужно будет сэкономить память, как-то упаковать вашу структуру. Здесь есть два подхода к этому. Первый такой дубовый в лоб это указать компилятору, что выравнивать не надо. Для этого есть директива пак, прагма пак, пуш, и потом какое выравнивание использовать насильно. Единичку. Потом надо главное не забыть сделать прагма пак поп, иначе у вас вот это применится дальше ко всем типам. Включаем такую директиву, смотрим размер структуры 9 байт. Что хорошо и что плохо. Хорошо то, что она стала компактной. Возможно именно вам нужно сэкономить память, и для вас это именно то, что нужно. Но это стало медленнее, потому что к даблу сразу обращение замедлилось. Плюс это работать на самом деле будет не всегда, потому что если архитектуры, где процессор не умеет работать с невыровненными данными, поэтому просто тогда компилятор выхода не будет, как это проигнорировать. На интеле можно, но становится все медленнее. Структура. к примеру, int x double y int z Размер этих типов у нас следующий 4 8 4 Align of показывает нам ну как бы сначала смотрим size of этой структуры получаем 8 плюс 8 16 20 байт Почему 20? Потому что double выровнено кратно 8 то есть здесь вот между этим x и y находится еще 4 байта которые просто компилятор добавил чтобы выровнять данные. Нам хочется сделать эту структуру компактней 64 почему не будет 24 потому что Align of для int 4 кратно должно быть 4 Align мы у компилятора спросили как выравнивать int он нам показал 4 то есть int должны находиться их размер 4 они должны находиться по адресам кратные 4 ну вот такое выравнивание это кстати так оно и есть на intel значит смотрите что получается размер 20 что мы делаем чтобы это предотвратить берем переносим z сюда между x и y получается здесь выравнивания не будет то есть идет 1 int за ним компактненько второй за ним double то есть получается они у нас размещены непрерывно без всяких промежутков получаем размер 16 то есть просто поменяв два поля местами мы сколько сэкономили сразу четверть практически и допустим если у нас таких структур будет миллион например там облако точек со сканера то уже это кажется очень существенной экономией памяти да так вот то что я говорил вот про это все оно справедливо для простых типов plain old data это простые типы они ведут себя точно так же как структуры в C то есть там гарантированное размещение в памяти как программист в каком порядке написал поля в таком порядке они будут находиться в памяти для классов C++ которые не являются под типами это не так компилятор в C++ имеет право оптимизировать сам заниматься чем-то подобным если он увидит что у вас в вашем классе можно поменять местами поля и это будет более эффективно он это сделает так вот давайте сначала разберемся что это за такие под типы это во-первых все скалярные типы bull int там и так далее и класс или struct который соответствует следующим правилам имеют только тривиальные конструктор и деструктор тривиальные это значит мы не писали конструктор и деструктор потом нет виртуальных функций нет наследования и все нестатические поля с модификатором доступа паблик и последнее это не содержит статических полей не под типов и сразу примеры это у нас не под потому что мы написали конструктор это у нас не под потому что наследование здесь это не под потому что виртуальная функция здесь у нас это да private и это у нас наконец-то под вот вот здесь всем условиям он соответствует и для чего во-первых это сделано поддержка вот этих подтипов потому что во-первых иногда программист может решить что ему нужно управлять размещением полей в памяти например для совместимости с кодом который написан на C где все структуры являются подтипами во-вторых могут быть какие-то хитрые оптимизации где человек он как бы понимает что он делает и тогда тоже нужно гарантированное размещение в памяти ну и потом может быть там работа с каким-то хитрым железом где тоже надо в определенном порядке чтобы данные в памяти были находились тогда тоже какие есть приятные свойства подтипов во-первых их копирование очень дешево то есть просто берем mcpi копирование памяти из одного с одного адреса по другому адресу все прекрасно второе их можно очень удобно например сереализовать то есть просто взяли целиком блок памяти сохранили на диск нам не нужно никаких действий с ними делать просто вот так загрузили сохранили также загрузили все классно но это будет работать только на одной платформе потому что если вы на другой платформе такой бинарный файл откроете там вполне возможно выравнивание другое размеры типов другие все уже разъехалось работать ничего не будет вопрос вот насчет mcpi если у меня класс не под но с точки зрения полей данных он под то есть например он там по приватности нормально отработать вот это мы вступаем на такую темную сторону то есть с одной стороны по идее все должно быть хорошо и скорее всего оно будет работать с другой стороны гарантий таких никаких нет поэтому вполне возможно оно будет работать на одном компиляторе а скомпилируем на другом там уже все сломается то есть стандарт некоторые вещи говорит что это не неопределенное поведение почему в языках c и c++ вообще существует неопределенное поведение то чего в общем в других языках не существует потому что компилятору оставили возможность заниматься оптимизациями ему развязали руки он может в каких-то случаях применить какую-то оптимизацию вот поэтому вот такой вот мы потом будем случаи какие-то еще неопределенного поведения рассматривать я буду об этом говорить вот как инициализировать подтипы есть два способа один это инициализация нулем пишем вот так вот такой вот синтаксис называется универсальная инициализация в 11 стандарте появилась то есть скобки 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 есть скобки значит компилятор помимо того что выделит место под эту структуру он ее еще заполнит нулями иногда это нужно иногда нет то есть опять же философия C++ вы не платите за то что вы не используете то есть ну создатели языка руководствовались тем что людям возможно будет нужно выжимать там все что можно в плане производительности поэтому он не навязывает каких-то вещей которые нельзя отключить вот не написали скобки память выделилась но она не занулилась там находится то что находилось до этого то есть это вот дефолт инициализация он они содержат какой-то мусор эти поля потом сами хотите инициализируйте хотите не инициализируйте ваше дело так и напоследок я хочу поговорить про рекомендуемое разделение на заголовочные файлы и файлы с реализацией здесь тоже давайте начнем с примеров я вообще люблю примеры есть у нас структура а у нее допустим есть какой-то метод стандартный подход к организации файлов это в точка h мы описываем сам тип описываем сигнатуру функций а реализацию мы уже предоставляем в точка cpp то есть мы уже здесь пишем тело этой функции для чего нужен вот этот вот это директива pragma vans она нужна для защиты от повторного включения что такое защита от повторного включения какова мотивация что это появилось смотрите есть у нас допустим файл буфер h и в нем находится класс буфер какой-то мы к примеру хотим использовать его этот класс в каком-то одном файле хотим использовать его в другом файле причем вот смотрите здесь мы его использовали текст процессор h а потом в мейне мы включили два этих оба файла но они нам там нужны мы их там используем и здесь что произошло как вы помните вот эти вот директивы предпроцессор обработал и у нас просто получился один большой текстовой файл где все вот это вот идет одно за другим соответственно в этом файле окажется две два объявления типа буфер и компилятор нам выдаст ошибку что у вас несколько определений одного и того же типа какое использовать я не знаю для того чтобы в единицу трансляции не попадало две копии изначально использовали свойства предпроцессора определять какую-то переменную и ее проверять и во всех заголовочных файлах писали если не определена такая переменная значит нужно ее определить и потом какой-то код соответственно при процессор когда обрабатывал первый раз файл он не находил у себя такого символа он его определял вставлял вот этот вот текст ну потом соответственно конец директивы все нормально продолжалась там дальше работа второй раз когда он пытался включить это когда он обрабатывал директиву include buffer h он заходил смотрел так ага символ уже определен поэтому вот это вот все условие не выполнялось просто продолжалась работа уже с этого места то есть соответственно мы включали только один раз это называется header guards но в общем сейчас я рекомендую всем просто писать pragma once она уже сто лет как везде во всех компиляторах работает и в общем даже это вроде как побыстрее работает при компиляции чем использование вот такой вот защиты но что это такое вы уже знаете дальше какие еще могут возникнуть проблемы при компиляции проекта состоящего из нескольких файлов к примеру у нас есть какой-то один класс который хочет использовать класс б каким-то образом есть класс б который хочет использовать класс а соответственно мы пишем здесь include b здесь include а к чему это приводит при процессор обрабатывает этот файл вставляет начинает вставлять вот этот файл здесь он натыкается на эту директиву пытается вставлять это то есть он получается по кругу начинает ходить надо как-то вот этот вот круг разорвать в каких случаях может вообще такая ситуация возникнуть ну к примеру какой-то графический интерфейс вот есть форма на ней находится там допустим какая-то кнопка форма должна знать про эту кнопку чтобы соответственно там допустим эту кнопку выключить когда там допустим поле ввода пустое оно дизейблит эту кнопку то есть форма должна об этом знать и кнопка тоже должна знать о форме чтобы потом когда на нее нажали передать сигнал на эту форму то есть вот в принципе можно получить вот такое вот циклическое включение разорвать это можно с помощью forward declaration то есть предварительного объявления мы не включаем сам файл с этим типом просто пишем класс B и все компилятор понимает что потом где-то этот B появится а появится он уже в единице трансляции в точке cpp там уже соответственно такого включения взаимного не будет поэтому мы как бы взяли и разорвали вот этот вот круг и в общем вот такая вот практика использовать предварительные объявления типов она хорошая потому что это уменьшает связанность между файлами вы помните я вам показывал что в принципе изменение одного заголовочного файла который включен в несколько единиц трансляций это приведет к тому что сразу будет несколько единиц трансляций перекомпилировано поэтому такие вот объявления они в общем наоборот даже очень хорошо но иногда их использовать нельзя использовать нельзя когда мы можно использовать указатель или ссылку на тип используем нельзя когда у нас это не ссылка и не указатель то есть по значению и когда наследуемся тогда тоже нельзя так с лекцию я заканчиваю и начинается практическая часть сегодня будем писать калькулятор методом рекурсивного спуска действий немного умножение деления сложение вычитания в общем ну и унарный минус я даже не знаю нужно ли вам читать это задание давайте вы его прочитаете если возникнут вопросы тогда я на них отвечу да не будет переноса строки но вообще ты можешь написать тебе вот там это нужно сделать нет не выкидывай просто игнорируй нет все это получается оно же и домашнее задание это и есть домашнее задание да то есть так же вот вы пишете тесты находятся там же где и в прошлый раз только в директории 02 написали на сайте проверили что оно там компилируется тесты проходят Владиславу отправили обязательно рекурсивный способ да это сам про рекурсивный способ да там в общем википедии все нормально расписано там я сразу скажу задание несложное там порядка вот я написал у меня там меньше 100 строк получилось кода то есть в принципе за час полтора можно нормально написать да да в одном файле все всем спасибо кто хотите идите домой кто хотите я буду помогать по мере сил можете за